Всем привет, дорогие подписчики, жители Республики! Сегодня я хочу обсудить с вами новое видео Михаила Мельника, которое вышло на его канале. Я хочу с вами обсудить все те моменты, которые озвучивает Михаил. Ну, первое, что я хочу сказать, я хочу отметить великолепную работу Михаила. Вот такой крутой видос, молодец, уже второй, прям отличный на таком уровне монтаж. И качество видео прям замечательное. Но мне кажется, что всех собак вешать на Дегтяренко в этой ситуации, ну, просто несправедливо. Вот почему. После того, как я посмотрела видео Михаила, я связалась с некоторыми знакомыми в станице Екатериноградской, в станице Приближная. Ну, живу я тут всю жизнь, родилась и выросла в городе прохладном, и у меня очень много знакомых в этих станицах. Ну, и поехала поболтать с людьми, поговорить, что они думают по этому видео и вообще по всей ситуации. Ну, первое, значит, чтобы все понимали. Изначально колхозов было два. То есть колхоз Жук и колхоз имени Петровых. Вот этот человек, который рассказывает нам историю о том, какой Дегтяренко нехороший, в видео Михаила, вот это как раз-таки сын председателя совхоза Жука, последнего председателя. Того самого, после которого Жук перестал существовать и присоединен был колхоз имени Петровых. Не останется ничего, то есть образующее предприятие двух поселений просто-напросто уйдет в небытие. Ну, такой замечательный там был председатель, что при его руководстве перестал существовать целый совхоз, он был не колхоз, он был совхоз, совхоз Жук. Вот он так там хорошо работал. Как работал, вот сами посмотрите, рассказывает жительница Приближной и заведующая овцефермы в Приближной, той, про которую Миша нам рассказывает, что там уже вообще ничего нету и овец нету. Ну, вот сами посмотрите. Людмила Ивановна, зоотехник вот этой овцефермы, Станица, это Приближная, правильно? Расскажите, пожалуйста, сколько у вас баранов на данный момент? Ну, на сегодняшний день 391 голова, но окот еще не начался. Ждем к концу месяца, начинается у нас окот, идет до весны. До весны. Да, 250 маток у нас, основных маток. Так что ждем окот. Сколько было, как принимали, сколько вы, количество? Ну, нам привезли 4 года назад 150 голов. 150 голов. Ну, естественно, идет расход, продаются ягнята, продаются варанчики, по выписке, закупку кто делает, спецзабой, на питание, ну, на какие нужды. На нужды колхоза, да? На нужды колхоза, да. На нужды колхоза, на этот. Обычно баранина идет там вот во время уборки есть, в этом году мы забивали на уборку. Кормят, да, кормят работников? Ну, да, кормят работников в основном. Скажите. Да, продажа в ларек, мы забивали в основном на продажу в ларек. В колхозном ларке продавали баранину. В основном на эти цели, несколько на питание. Понятно. А вот скажите, вот в таком состоянии, конечно, ферма у вас в ужасном. Почему вот крыша и такое вот у вас? Ну, у нас мы пережили три урагана. После первого урагана мы перекрыли полностью, закупали 800 листов нового шифера, вон тот корпус. Мы полностью его перекрывали, та сторона пострадала. Ну, там можно потом пройти, посмотреть. Потом через, я не знаю, полгода или год прошел второй ураган. Мы опять закупали. Ну, не мы, а колхоз везти. Закупал, по-моему, почти тысячу листов шифера. Мы опять все перекрывали. Все, в общем. А в этом году прошел ураган. Раскрыла полностью. Ну, ту сторону нас раскрыл. Ну, сейчас, конечно, денег нет в колхозе. Мы не это самое. Пока вот в таком состоянии оно есть. Сколько людей у вас здесь работает? Ну, пять человек работают. Пять человек. Три человека, которые пасут, работают. Сутки работают, двое дома. Вот они ночь сторожат, день пасут. Это вот новый шифер поломанный, да? Да, да, да. Вот это все. Ну, его видно, да. Новым шифером, видите? Последний, да, ураган? Да, это вот последний ураган. Пятник. 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 Попросили. Ну, здесь не очень земля хорошая. А люди попросили. Ее отдали, знаете, на пастбище. Это земля пахотная. Но ее дали как? Чтобы люди пользовались. Пасли скот и сено всегда там косились. Ну, Смолянский со своими соратниками написали письмо о том, что земля не используется. Ну, и благодаря им эта земля теперь с пастбища ушла. Теперь колхоз здесь засевает. Ну, там арендует он, да? Смолянский вот этот? Да. Ну, он не эту землю. Он там немножко в другом месте. А, в другом месте. А эту колхоз засевает. А эту колхоз пахал, засевает. И все. И люди остались без пастбища, без сенокоса фактически. Нету вообще у вас пастбищ получается? Нету пастбища. У нас есть. Но, знаете, не хватает их, наверное. Маловато, да? Маловато, да. Для народа. Тем более при такой засухе, сами видите, ферма вот голая. Нет, не трогайте себя вставать. Вот это все больше 20 лет стоит здесь в таком состоянии, да? Да, да, да. Больше 20 лет. То есть это все развалилось, когда жук разваливался, да? Да, да. Это развалилось, когда жук разваливался. Сказать, что это Дегтяренко развалил нельзя? Нет, нет, нет. Это не Дегтяренко развалил. Это развалилось еще в жуке. Вот оставалось два рабочих корпуса. Ой. Два рабочих корпуса оставалось, да? Да, да. Вот этот тот и там еще родилка. Угу. И все остальные корпуса были уже фактически в таком состоянии. Ну, вот это ураган, конечно, помог. Ну, после урагана, вот это тот, что это, уже ни разу этого, не восстанавливали, естественно. Ну, понятно. Оно само стало обваливалось. А сейчас, получается, сколько рабочих корпусов у вас? Два. Так и есть два? Да. Так и есть два. Ясно. Два. Следующее, что я хотела бы с вами обсудить, колхоз имени Петровых. Чтобы все понимали, колхоз имени Петровых, это было самое крупное предприятие сельхозного значения в Кабардино-Валкарской республике. Сорок три года. Александр Викторович был механизатором в колхозе имени Петровым. Сорок три года отработал. Начинал я работать при Павленке. И вот до сих пор я в колхозе. Угу. Ужал на пенсию. Да, очень крепкий был колхоз. Был председатель на Федорюшенко. Человек был заинтересован, был сильный агроном. Получали урожай мы. Угу. Хороший. Да, почти до семидесяти центров получали пшеницу. Угу. И потом, как он ушел, и у нас все меньше, меньше. Меньше и меньше стало. Кто был уже председателем? Говоров? Говоров. Отец, да? Да. При отце началось снижение. Снижение началось. При сыне еще хуже стало. Угу. Долги. Не только долги. Угу. Животногоство практически уничтожилось. С трех ферм у нас осталось полторы фермы животноводства. Угу. Дегтяренко в четырнадцатом году, когда колхоз принимал, в каком состоянии уже он был? Уже можно сказать, что колхоз был убитый. Угу. Уже все в долгах было? Все уже в долгах было у нас. В том только на одни долги работали. Угу. Понятно. А вот в ремонт вкладывались техники вот все эти года? Один только ремонт у нас, и все. Техника вообще не обновлялась. Мы отремонтируем, мы восстановим. У нас главный инженер так говорил. Хочу ее ремонтировать, деньги вылаживать. Лучше брать новую технику. Угу. Так что. Как вы думаете, Дегтяренко сильно виноват в развале колхоза? Нет. Говора вы развалили колхоз? Они начали. Угу. Дегтяренко пытался что-то, что-то сделать, но палки ставили в колеса. Дотации никаких, субсидий никаких колхозу. Только прессовали колхоз. Понятно. Никому он не нужен, колхоз был. Ни главе администрации, ни там никому, Нальчики, не нужен. Вам нужен колхоз? Обязательно. Не будет колхоза, не будет станицы. Земля обязательно должна остаться? Обязательно в колхозе должна остаться. Иван Иванович работал здесь бригадиром. Иван Иванович, вы с какого года здесь работали в колхозе? С 81-го. С 81-го года. Скажите, пожалуйста, а вы как оцениваете работу колхоза? Ну вот у меня такой вопрос, да? Дегтяренко, когда колхоз принимал, в каком он состоянии был? Когда Дегтяренко принимал колхоз, уже колхоз был очень много должен. Угу. Техника не обновлялась, не покупалась новая. Солярки не было, зерна не было и так далее. А скот? Скот, фермы тоже практически уже не работали. Угу. А я знаю, у вас тут какие-то рыбные хозяйства были раньше. Ну, раньше было рыбное хозяйство, ну, потом нет зерна, нет рыбы. Угу. Все же кормится за счет зерна. Дегтяренко, когда колхоз принимал, рыбное хозяйство работало? Угу. Оно и сейчас так же работает, как оно работало. Угу. Практически на выживание и все. А когда рыбное хозяйство уничтожено оказалось? Оно не уничтожено, просто им перестали заниматься. А когда им перестали заниматься? К власти Говоров. Старший Говоров пришел, Анатолий Иванович, значит, он перестал заниматься озерами. И они потихоньку... Кончились. Кончились. Угу. На такое дальнее расстояние. Там помогают все, кому не лень, разбирать эти корпуса. 14 голов там оставалось после Говоров? Да, 14 голов овец оставалось, когда ушел Говоров. Угу. А там у нас было 12 тысяч овец. Когда он взял колхоз? Да, когда взял колхоз. Это сын который? Старый Говоров взял этот колхоз, а потом уже передал своему сыну. А как это передал? По наследству, что ли? Очень просто. Так оно и получилось, что передали. Как будто в станице не было людей, которые не могли бы работать. Когда Говоров встал на должность председателя, крепкий колхоз был? Когда он становился на пост его отец, Говорова Сергея, вот, тогда это был самый сильный колхоз республики. Это я могу цифры называть, потому что я работала главным зоотехником и знаю, сколько чего было. 12 тысяч овец было, было более 8 тысяч свиней, было 22 тысячи курни сушки, выращивали за год 100 тысяч сцеплят бролеров на реализацию и на мясо все. Было у нас 6 тысяч уток, было у нас, значит, крупнорогатого скота 4600 голов, из них дойного стада 1350. Вот такое хозяйство оставляли. Было более тысячи гектар, одной только люцерны, сеяли. Все на корма. То, что сеяли многолетние травы, вот, такие как овсяница, ежа сборная, потом этот эспарцет. Еще мы сеяли, ой, скажи, быстро скажи, розовым светет. Ну, значит, на кормовую базу тогда уделяли очень большое внимание. Ведь работали у нас тогда такие сильные агрономы, как Федорусенко был председателем, а Федорусенко Вера Степановна была агрономом. Это люди своего дела, которые никогда не сеяли у нас в чистоке ни кукурузы, ни корм нам только готовили. Смеси, значит, кукуруза была с соей, с горохом, смеси такие делали, как овес с викой, овес был, как говорится, с горохом. Вообще корма были в очень большом количестве, в достатке. Всегда заготавливали сено. До этого, до этого председателя, конечно, такого не было, но хозяйство мощное. Осталось Говоровым. Мощное было хозяйство. Это Говоровы приняли, да, его? Это приняли Говоровы. Говоровы 20 лет, считай, здесь просидели? 20 лет просидели. Началось с того, вот я хочу остановиться именно на том, как оно пошло. Я работаю с 68-го года в колхозе, работала. Начинала с дояра, телятниц, и потом учетчиком, зоотехником, заведующим, главным зоотехником. И так вот я всю свою жизнь, как говорится, проработала до того, как заступили Говоровы. Я работала все время. А когда приступили Говоровы, то началось с чего? Павленко был председателем, я при нем работала. Павленко вытащил Говорова с гаража, вытащил с того, что он был просто водителем. Он его, значит, здесь организовали пруды, начали делать, значит, озера. Говорова, значит, Павленко вытащил сюда работать именно за озерами. Дал ему все возможности. Федорущенко, когда приступил, эту работу продолжили. Значит, внизу у нас здесь были озера. Здесь был и маточник у нас. Здесь озера, из которых мы вылавливали 150 тонн рыбы. Это без обмана. Это то, что потом строили в 4-й бригаде, в 3-й бригаде озера еще были. В тех водоемах, не считая этого, разводили малька, там была и коптилка сделана, и все. Хороший ему был сделан задел. Ему были все предоставлены условия для того, чтобы эти озера существовали, для того, чтобы он прикладывал туда силы и мох, катамаранги были, которые чистили озера, с которыми надо было работать. Но когда он взял уже озера в аренду, тогда стало совсем все по-другому. Заключил договор. И началось одно, что уже Павленко, как председатель, был нехороший, воровал, наживался. По станице слухи пускали такие, что это... Потом, когда приступил Федорущенко работать, работал столько лет, у людей было собственное хозяйство, все пользовались, как говорится, всеми льготами колхозными и жили неплохо. Но вот когда уже перед тем, как снять Федорущенко, тоже начались эти слухи, наживаются, кому-то строит, что-то там делает. Точно такие же разговоры пошли, как и за Павленко. После Федорущенко такие же разговоры сейчас идут и в адрес этого руководства. Это одна и та же... Один и тот же сценарий. Постоянно одно и то же. На кого-то надо показать. Ага, он там украл, он там нажился. И вы знаете, вот я уже в возрасте, но я хочу сказать, что каждый судит, наверное, по себе. Если бы это было не так, если по мере своей меры распущенности. Каждый хочет показать, что я такой честный, я хороший. Вы меня выберите председателем, как он говорил, и все будет хорошо. На тот день, когда он принял колхоз, 1300 человек работающих было в колхозе. И что осталось? Всех водителей, которые были, как говорится, в самый расцвет, это был 35-45 лет, вот это 120 водителей работало тогда в хозяйстве. И всех ребят, таких молодых, задействовать надо было в работе, старались убрать. Дошло до того, что специалистов, главного экономиста колхоза, Деденко Валентина Семеновна, взял ее, сказал, тебе место идти, значит, работать в садовую бригаду с тяпкой. Это тот человек, который помогал ему писать контрольный, он заучно учился, который договора ему помогал составлять, который, как говорится, все время держал его, как говорится, носил на руках. И он ее так подставил, просто сказал, твое место с тяпкой. Это кто, отец или сын? Это говорил сын. Сын, говорю, отец, извиняйся, это отец говорил. И когда мне тоже было сказано, если я выступлю на колхозном собрании против председателя Федорусенко, то ты будешь работать главным зоотехником, а если нет, я на тебя уздечку одевать не буду. Я говорю, мы с тобой работать не будем. Почему? Потому что ты специалистов разгоняешь, а оставляешь, значит, тех людей, которые водители стал ставить заведующими на ферму, тот же Кулаков, тот же Нагайцев был, Рябчук Анатолий, везде, как говорится, всех людей, которые имели специальность свою, зоотехнические, ветеринарные, те люди не работали, а работали именно такие, как водители простые, которые, зачем ты это делаешь, зачем так поступать? Ответ, вы знаете, какой был обидный? А с дураками легче работать. Да. Тысяча триста человек он принял, да, в колхозе? Тысяча триста. А сколько сдали Дегтяренко? А сдали Дегтяренко 320 или 330 человек. Тысячу человек ушли. И притом доходило даже до того, если убирает мужа, в садике работает там жена, обязательно и жену уволят. Вот до такой опускались, как говорится, семьи сколько было развалено, сколько уехало отсюда хороших людей, грамотных, толковых, побросали колхоз и ушли. Остались люди, которым просто некуда ехать или что-то семейное не позволяло. Я лично тоже уехала отсюда. Я здесь сколько правили Говоровой, я здесь не работала. В 2014 году я сюда вернулась, я узнала, что Дегтяренко, значит, приступил к работе. И я вернулась сюда из-за того, что муж умер здесь же у меня, домой захотел. Пришла я когда сюда в августе месяце 2014 года, я была в шоковом состоянии. Как зоотехник, я вам так говорю. Из того поголовья, что было, остались крохи. Вот вам говорю, что 14 овец осталось, свиней вообще с 2010 года не было. А вот крупнорогатый скот, значит, быки были 4-летнего возраста уже. Коровы, тёлки, нетели, покрывались здесь доморощенными бычками. Ходили, в общем, какой-то беспредел был, самый настоящий. Молоко двоили почему-то, делали там схемы какие-то. Надо же, красностепную породу почему-то сказали, что надо надаивать 5,5 тысяч молока. Лишили, значит, как было племенное когда-то это хозяйство. Всё это лишили. Пришлось мне выводить, значит, всё это. Я, как говорится, делая отчёты, и то, что было фактически по галорьи, и то, что было по документам, мне пришлось выявить 55 тонн от веса. У нас были, вес был, а скота не было. С этим всё разобрали, всё восстановили, наладили осемнение, начали скотом работать, подбирать его. Думали же, что будет всё хорошо. Чтобы Дегтяренко что-нибудь сделал в свою пользу, но не в пользу хозяйства, вот пусть меня на куски разрежут, я никогда не скажу этого. Это честнейший, добрейший человек, который только думает за людей, который думает, как же выжить, как что сделать, как лучше. Если что-то скот, да, мы продаём скот, и продавали скот. А как жить? Как можно выживать? Особенно этот год, я за 51 год своей работы, я никогда такого голода, как в этом году, я не видела. Из-за чего, скажу прямо, мы всегда косили до самого декабря месяца. Пока не упадёт снег, не ударит мороз. Во всяком случае, до сих пор бы мы косили. Если бы не Жанна, если бы не Кехеры, если бы они не забрали нашу землю, мы заходим на поле косить для скота, они заходят с другой стороны, загоняют трактора, всё это дискуется, всё это пашется. Выезжали на поля, выезжали и разговаривали с людьми. Что вы делаете? Это наша земля. На каком основании она ваша земля? Дайте скоту что-нибудь, чтобы скот можно было... Сейчас кормов нету, получается. У нас только что мы убрали зерновые, заложили солому. Вот это наши корма. То, что, значит, собрались убирать насилос, было у нас, значит, 200 гектар, думали, насилос положим, получилось так, что выбил всё град. Всё выбили до грамма. То в 16-м году, когда град был, мы хоть могли ещё как-то ездить, и там что-то скосить. Ну, в такой град, столько было воды, всё это лилось, как говорится, куда-то уплывало, бульдозером разгребали, что невозможно было ни скосить, ни вырастить там, ничего не получилось. И сено сейчас тоже не получается косить. А его негде. Его всё забрали. Кефиры обработали вместе с Жанной, все поля. Нас под самые фермы, как говорится, оставили без ничего. Без ничего оставили. На третьей ферме, где у нас здесь площадь есть, засеяли здесь, мы, значит, этот ячмень. Но это же надо тоже. Как можно не засеять? Гоняем сейчас, честно говорю, попросили балкарцы, которые у нас здесь отделение у них есть, кукурузу, они убрали. Я ездила к ним, поговорила, попросила. Они дали свою площадь, и вот там мы сейчас спасём корову. На одной соломе это очень тяжело выжить. Молоко упало. Ну вот, ясно, мы живём сейчас с каждой литр, считаем, что-то продать, какую-то копейку за что-то надо заплатить. И люди не виноваты в том, что такое случилось. Им надо тоже семьи кормить, надо зарплату выдавать, какие-то авансы, где-то зарплату закрывать. Но это идёт пока с молока и со скота. Вот на сегодняшний день, если я скажу, вот сейчас у меня на ферме молодняк, которые именно на молоке, их 28 голов. Это пьют молоко. Сейчас они с молока сойдут, ну вот есть там, как говорится, может до февраля месяца хватит, то сено, которое бережём, и солома. На том сене, которое, значит, идёт там камыш, и вот такое всё, не дадут телята привезти. У них затормозится рост, всё это. Лучше их продать и, как говорится, купить какое-то сено-другое для следующего. Потому что они, мы-то их осеменяли, мы-то же получим отёл. Мы получим ещё, вот, в ноябре получаем, в декабре будет отёл, в январе, в феврале. Их же надо кормить. А смотреть страшно, как эта корова телится, и не это самое, чтобы она не давала молоко. Я больше всего, как говорится, в обиде, в такой, и гнев, и обида. И я даже не могу найти слов, как назвать этих людей, которые забрали вот эти земли, ещё не их земли, ещё не решённый этот вопрос, уже, это самое, оставили скот. Ну ладно, люди там в чём-то виноваты, не дают вам землю, не дают вам наживаться. За что скот мучается? За что? Что это за такое? Когда эти люди, которые себя считают, что они богаты, что они всё могут делать, когда они повернутся лицом к народу? Никогда. Они никогда не поймут. Ну и, конечно, я никогда не верю только словам. Всегда у всех людей, которые фигурируют в моих видео, я прошу факты. Вот у меня в руках акт от 7 февраля 2014 года составлен шестью человеками, один из них председатель Дегтяренко, затем председатель ревизионной комиссии Лопатин, главный инженер Баксаров, главный зоотехник Радышева, главный экономист Морщинина и прораб Великсаров. Вот эти шесть человек составили вот этот акт по результатам работы ревизионной комиссии, которая была создана Дегтяренко. Эта ревизионная комиссия занималась тем, что при приемке колхоза, точнее как такового приемки не было, приема-передачи колхозного хозяйства не было, как утверждает Дегтяренко. предыдущий председатель Говоров Сергей Анатольевич просто ушел и все. И приема-передачи не было произведено. Вот Дегтяренко, так как не было приема-передачи, он, значит, создал ревизионную комиссию, которая посчитала по факту то, что есть в колхозе, все материальные ценности, оборотные ценности, основные средства, то есть все было посчитано. Что принимается по факту? Ну вот по факту я просто вам прочитаю то, что вот здесь написано. Значит, телки. Если в 13-м году еще телок было 138 голов, в 14-м уже осталось 13 голов. 13 голов телок принял Дегтяренко. Бычков в 13-м году было 150 голов, в 14-м году 12 голов. Бычков 12 голов Дегтяренко принимает. Значит, ну тут еще лошади 28 голов, яркие 8 голов, баранчики 7 голов. То есть вот баранье поголовье всего 15 штук. Всего 15, там их сейчас почти 500. Ну и здесь еще также долги, здесь продукция какая есть. в общем, долги, конечно, здесь очень серьезные. Здесь просто миллионы народ, просто миллионы. Здесь вот элементарно кредиторская задолженность на огромные-огромные миллионы с подрядчиками 14-800 миллионов. Значит, по расчеты по кредитам займам 17 миллионов. Расчеты по долгосрочным кредитам займам еще полтора миллиона. Здесь по налогам 27 миллионов. Здесь еще по налогам 13 миллионов. По социальному страхованию 36 миллионов. По персоналу задолженность. Тут катастрофа, тут просто миллионы. Ну и вот этот драндулет был куплен в 11-м году Говоровым от сыном. Новая была она купленная в 11-м году эта машина. Красиво жить не запретишь. Председатель колхоза купил себе такую служебную машину в 11-м году. Учитывая, какие были долги у этого колхоза в это время. Нормально так, что? В общем, как-то это все несправедливо. Повесить всех собак на Дегтяренко неправильно. Хочу отметить, что Говоров Сергей Анатольевич, последний председатель колхоза имени Петровых, на данный момент, господа, вообще-то он сейчас у нас, чтобы все понимали, вице-премьер Кабардино-Балкарской республики. То есть это первый заместитель премьер-министра Кабардино-Балкарской республики. Председателя правительства это не чусья какая должность, а до этого он был министром сельского хозяйства. То есть человек, после которого, после правления которого от колхоза имени Петровых, от крупнейшего предприятия Кабардино-Балкарской республики остались рожки до ножки, занял должность министра сельского хозяйства. Это вообще как, я вот стесняюсь спросить, как это? Как такое возможно? Человек, после десятилетнего правления, его от колхоза ничего не остается, и его назначают на должность министра сельского хозяйства. Алло, вы что там? Одурели совсем? Вы вообще, когда там людей назначаете на какие-то должности, а вы вообще по каким критериям это делаете, уважаемые? По каким критериям это делается? Я ничего не понимаю. Люди говорят откровенно, развалил колхоз Говоров. Говоров Сергей Анатольевич. Его отец начал, он закончил. А его ставят на такую должность. Это вообще, это вообще ни в какие ворота не лезет. В общем, с Говоровым я вам так отвечу. Мы еще не закончили. И по Говорову Сергею Анатольевичу будет отдельное видео, где вот все, 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 то, что вот я найду, все я вам расскажу. Абсолютно все. Пишите, что вы думаете в комментариях в этой всей ситуации. Честно и справедливо всех собак вешать на Дегтяренко? Да, я его не оправдываю. Первое, в чем я считаю его вина, это в его, ну не знаю, может быть, он обидится на меня, но мне все равно. Первое, в трусости. Я считаю, что это трусость, потому что, когда человек пришел на должность председателя, и надо было бить во все колокола, кричать, и горлопанить о том, что колхоз разворован, о том, что от колхоза ничего не осталось. Ну, человек промолчал в 2014 году, Дегтяренко, я имею в виду, он не стал бить во все колокола, он не стал привлекать внимание, я уж не знаю, чего. Испугался он, они до сих пор там боятся говорить о Говаревой, я вам честно скажу, до сих пор боятся. Ну, как бы, вот это первая его вина. Вторая его вина, я считаю, опять же, я подчеркну, что он подписал этот нелепый договор, по которому земля уходит маховым. Землю нельзя давать, вот, ну, нельзя, ребят, вот, земля, это, она должна остаться в колхозе, земли не будет, колхоза не будет, это вот прям, как есть, я вам говорю. Ну, я благодарна Михаилу, то, что он обратил наше внимание, еще она, животноводческую отрасль колхоза имени Петровых, потому что, на самом деле, это было, офигеть, какое крепкое хозяйство, это очень было крепкое хозяйство, и вот так его уничтожили за 20 лет, просто-напросто уничтожили такую огромную отрасль Кабардино-Балкарской республики, животноводство в крупнейшем предприятии республики просто было, ну, от него ничего не осталось там, просто ничего, вот, это вообще кошмар какой-то, ну, в общем, пишите, что вы думаете по вообще вот всей этой ситуации, ну, и спасибо за внимание, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,